Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. И, как и всегда, мы с вами разбираем события, которые произошли и имели место быть на минувшей торговой сессии и, разумеется, ставшие основой для тех движений, которые мы разбирали. Сегодня, безусловно, чуть подробнее поговорим о заседании Европейского Центрального Банка. Это уже в прошлом. Мы перелеснули, скажем, еще одну страницу конкретики от представителей Европейского регулятора относительно проводимой денежно-кредитной политики. Поскольку для нас, фундаменталистов, крайне важно понимать, что движет, опять же, мотивирует представителей регуляторов по принятию конкретных решений, какая проблематика, мы можем прийти к выводу о том, что будет с этой политикой дальше. Будут ли использоваться мягкие экономические, нетрадиционные способы стимулирования, либо это будут привычные инструменты, скажем, через изменение процентных расставок, которые, если ссылаться, опять же, на тот самый Федрезерв, а сейчас предполагают жесткую монетарную политику. И, зная ответы на то, что происходит с политикой, мы, в принципе, можем ориентироваться и строить долгосрочные прогнозы по самым популярным валютным активам. Соответственно, заседание Европейского центрального банка, влияние на евро, и, как мы и предполагали, в этот раз рынок не стал юлить, собственно, как и сам Даги, хотя попытался, я объясню, что это было связано. Реакция последовала, была в латильности, кто-то поверил даже в то, что европейская валюта вырастет по итогам заседания, но вы прекрасно все сами видели, евро просел. И оказалось, в моменте, там, мы котировки видели и даже ниже отметки 1.21. Сейчас чуть повыше держимся, друзья, но я думаю, что при таком раскладе, при такой нисходящей тенденции 1.20, это уже вопрос не какого-то там необозримого будущего, только на одной лишь импульсной волне при сохранении соответствующего роста доллара, евро обязательно доберется до этой планки. И, возможно, тогда нам придется смириться, точнее, даже не нам, мы-то уже определились с направлением рынка тем, кто покупал евро. То, что на рынке европейской валюты произошло полноценное изменение позиционирования, и евро будет претендовать на то, чтобы двинуться ниже, потому что есть очень много факторов, не только с отсылкой на европейскую статистику и курс, собственно, европейского центрального банка. Есть и доллар, и есть политика монетарная, которая проводится руководством конкурента евро по валютной паре доллара. Эта политика уже совершенно другая, не мягкая, а жесткая. Ну, об этом контрасте, друзья, я думаю, что мы поговорим с вами не только сегодня, ну и будем говорить и дальше, потому что эта идея выходит сейчас на передовую, поскольку у нас миновало заседание ЦБ и впереди заседание американского регулятора. И я надеюсь, что никаких, скажем, изменений в позиционировании не произойдет, и мы сможем дальше работать с короткой позицией по евро. Сегодня в центре внимания трейдеров целый блок статистики из, собственно, США и несколько важных релизов событий, скажем так, по английской статистике и английскому фундаменту. То есть следим за долларом и за британской валютой. Ну, что касается доллара, сегодня мы с вами ждем годовые данные ПВП и индекс расходов на личное потребление. А вот откроет день по хронологии важных событий все-таки британская валюта, потому что совсем скоро, получается, через два часа нас ждут данные по экономическому росту в Англии. Сейчас трейдеры, которые поддерживают позицию, озвученную мной, то, что фунт – это хороший кандидат на рост, даже несмотря на коррекцию, которую мы видели в последние дни, нуждаются в дополнительной поддержке, и на неделе ее, собственно, не было. И сегодня как раз та сессия, когда отчет ПВП, и если он будет позитивный, безусловно, даже должен поддержать курс британской валюты, потому что чем лучше сейчас выйдет статистика, тем больше будет у нас сигналов снова сфокусироваться на уже совсем скором заседании британского регулятора и ожидаемом повышения процентной ставки. И замыкать сегодня день по важным отчетам будет выступление председателя Банка Англии, Карни, который обязательно снова коснется политики, безусловно, проводимой его ведомством. И я уверен, будут даны комментарии о том, какой позиции все-таки придерживается большинство государственных членов в преддверии уже назревающего и совсем скоро очередного заседания британского регулятора. Ну а теперь давайте быстро по основным инструментам. Начнем мы с «Нефтянки» 73.92, это закрытие прошлой сессии, 73.64, чуть пониже. Мы торгуемся после ралли, которое состоялось, хотя основной рост еще был показан неделю назад. На этой неделе мы каких-то суперкрутых движений на «Нефтянке» не увидели, потому что рынок работает с тем же самым фундаментом. Ну, можно сказать, что из актуальных новостей, пожалуй, сейчас, что нужно будет отыгрывать, это решение потенциальное США по поводу санкции касательно Ирана. Я повторяю то, что это решение должно быть принято и будет принято администрацией Трампа до 12 марта. То есть времени не так уж и много, друзья. Мы с вами замыкаем уже апрель, сегодня 27 число и, соответственно, можно сказать, две недели. В течение этого периода решение должно быть озвучено. Для рынка «Нефти» оно имеет очень большое значение, потому что если США примут решение выйти из соглашения по АТОМу, если США примут решение не продлять эту сделку, это фактически будет ознаменовать возвращение периода санкций, которые два года назад еще действовали в отношении Ирана. Помните, тогда они были сняты за этот период, за два года. Иран нарастил производство нефти больше, чем на 1 миллион баррелей в сутки. Поставки сейчас тоже довольно неплохие. По объему, но все-таки одно из ведущих государства, которое занимает видные позиции на арене, опять же, рынка черного золота. И если эти санкции будут введены на Иран снова, то рынок недосчитается больше, чем 1 миллион баррелей в сутки по предложению. Это серьезная цифра, друзья. Вот почему, как только стали обсуждать иранский вопрос, вот это соглашение по ядерной программе, трейдеры тут же зацепились за вот эти потенциальные риски для глобального рынка, потому что сейчас, когда усилиями ОПЕК удалось снизить избыток резервов практически, можно сказать, с небольшим отклонением, рынок находится в балансовом состоянии. Ну, это не совсем так, правда. Но если сравнивать, что буквально полтора года назад мировые запасы превышали средний уровень за последние 5 лет больше, чем на 300 миллионов баррелей, сейчас это превышение находится примерно в пределах 50-70 миллионов. Ну, согласитесь, существенный спад. И такими темпами в ближайшие, скажем, месяцы баланс практически также будет достигнут, а значит, рынок будет крайне уязвим к любым новостям и уж тем более реализованным событиям, которые будут угрожать снижению объемов поставок на глобальный рынок. Это дефицит у предложений. Ну и, соответственно, эта идея и сейчас оказывает такое стимулирующее воздействие на покупателей, которые держат, даже с учетом текущих котировок, действительно, бренда в районе многолетних максимумов. Но в то же время, если рынок так активно обсуждает ситуацию с Ираном, вы должны понимать, друзья, что если Трампу все-таки хватит ума не провоцировать еще большую неопределенность в глобальной экономике, особенно по вопросам, которые используют термин ядерный, то это может стать причиной их распродаж рынка нефти, потому что опасения с нехваткой приложения, они тут же будут как бы погашены. До 12 мая, друзья, это решение будет. Я надеюсь, что до этого периода у нас появятся и другие, собственно, аргументы, почему нефтянки нужно снизиться. Я напоминаю вам то, что довольно актуальной сейчас является идея того, сколько нефти добывается в Штатах и насколько еженедельно сокращаются, опять же, доли стран ОПЕК, тоже на глобальной арене, потому что Штаты не просто увеличивают производство нефти, сколько добывается в соразмерных, опять же, объемах и процентном выражении, столько нефти уходит и на мировой рынок партнерам, которые раньше покрывали свои аппетиты за счет стран ближневосточного картеля. И я думаю, что какой-то из регионов, ну, должен уже проявить свою негативную оценку происходящего в самое ближайшее время, еще до июньского заседания, собственно, ближневосточного картеля и стран ОПЕК+, вот этого энергетического пакта, и обозначить позицию, ну, какой смысл уже действовать в рамках этого соглашения, если цены на нет находятся на таких высоких значениях, и мировые запасы практически полностью приведены в соответствии со средним уровнем за последние пять лет. Я также напоминаю вам, друзья, то, что все это у нас усиливается, еще и исторической рекордной позиции, длинной по WTI. Я думаю, что те из вас, кто обращает внимание на рыночную психологию, знают, как ведут себя инструменты, когда очень много денег находится в одном направлении, понимают, что даже толики какого-то негатива будет действительно достаточно, чтобы спровоцировать паническую реакцию. И в этот самый момент эта паническая реакция может привести к потере, в данном случае, стоимости нефти, сопоставимым там с пятью-десятью процентами в эквиваленте. Это очень много, даже без плеча это серьезно будет для депозитов. Имейте в виду эти риски, и как бы не хотелось все-таки сейчас присоединиться к крале, главный аргумент для многих, ну так котировки же растут, и, соответственно, будут расти дальше. Я не вижу, друзья, для этого каких-то мощных фундаментальных оснований. И знаю то, что многие из вас разделяют такую же позицию. В общем, ищем хорошие точки для продаж, а все, кто в селе, ну, нужно держаться и, соответственно, ждать котировки на тех уровня, которые мы ранее обозначали. Рубль 62.72, девальвация продолжается. Еще дополнительный акцент на то, друзья, посмотрите, где находится курс российской валюты с учетом таких цен на нефти. Я думаю, что вы понимаете, что произойдет с рублем дальше, если нефтянка в ближайшие дни, недели просядет. И мы будем говорить уже о новой реальности. Рубль будет претендовать на движение выше 65. Это потребует соответствующих усилий со стороны Центрального банка, который будет обязан взять ситуацию под контроль, потому что в Конституции прописано, что Центральный банк должен обеспечивать стабильность рубля. Как он будет действовать, к сожалению, из-за возможной недальновидности Центрального банка России, самый лучший для них инструмент – это рост процентных отставок. А к чему это приведет, вы помните, столь неприятный для российской экономики 2014 год, который стал просто сокрушительным. Но сейчас ситуация может быть хуже, потому что сейчас у российской экономики нет мощных резервов, которые были раньше. Я имею в виду колоссальную емкость резервного фонда и фонда национального благосостояния. Резервного фонда, как вы помните, и вовсе уже не существует. Доллар японская иена, цены, котировки 109.20, 110. Я думаю, что даже на слабо американцу будет довольно нетрудно добраться до этого значения. Это нам и нужно здесь. Будем фиксировать наши длинные позиции, потом найдем точку для перезахода. Причин для покупки доллара все больше и больше. Еще один блок статистики заказа на товар литерного пользования. Рост 2,6% против прогноза 1,6%. Заявки на пособие по безработице. Друзья, здесь хочу обратить ваше внимание на цифры. 209 тысяч с 233 тысяч. 209 тысяч обращений – это минимальное значение с 1969 года. Здесь не оговорно. Вы понимаете, о каком историческом периоде мы сейчас с вами говорим. Это явно доказывает тот факт, что свободных ресурсов на рынке становится все меньше и меньше. И вот почему представители ФРС уверены в том, что инфляция будет расти, потому что они знают, что рост инфляции будет стимулировать прирост заработных плат. Зарплаты будут расти почему-то, потому что работодатели сейчас будут бороться за каждый трудовой ресурс на рынке, разумеется, увеличивая уровни материального оклада и повышая доходы домохозяйства. Сегодня в 15.30 мы ждем данные по ВВП и ждем индекс расходов на личное потребление. Крайне важный отчет именно индекс расходов на личное потребление, поскольку это индикатор состояния инфляции и, считайте, индикатор будущих решений ФРС по процентным ставкам. На текущий момент фьючерстные контракты оценивают вероятность изменения ставок в июне примерно 80%. Сегодня выходят сильные данные по расходам на личное потребление и будьте уверены, что решение в июне на 100% фактически уже будет принято по росту процентных ставок. Поэтому доллар, иена на фоне отсутствия геополитических рисков, на фоне доходности трежерис, пусть десятилетки и отступили от показателя 3%, но они находятся на пороге этого уровня и есть сильный отчет и снова мы будем выше этой планки. Нету причин сейчас, чтобы американскую валюту продавать. Евро против доллара, соответственно, заседание у нас позади. Как вы помните изначально, по уже устоявшейся традиции, опыту, на ставки мы практически не смотрим, потому что вероятность их изменения стремится к нулю. Мы ждем сразу заседания председателя банка, Европейского центрального банка конференцию, Марио Драги и ждем его риторику по перспективам денежно-кредитной политики. Настраивались на то, что она будет мягкой, именно таковой она и оказалась. Драги подчеркнул, что ставки будут оставаться низкими в течение долгого периода времени. Драги отметил, что Европейский центральный банк даже не помышляет о том, чтобы сейчас выйти из программы количественного смягчения, а ее объем на текущий момент составляет 30 миллиардов евро. Действует она до сентября 2018 года, но формулировка предполагает, что программа может быть продлена и дальше. Я думаю, что ее действительно продлят. на фоне тех слабых отчетов, которые мы получаем по активности в сфере услуг, производстве и так далее. Отдельный акцент это про инфляцию. Это индекс, который остается в крайне сейчас издержанном состоянии, не растет совершенно. И четко прослеживалась попытка Драги преуменьшить тот негатив, который накопился за последнее время по статистике. Мы видели цифры, и они ни для кого не являются сейчас. Цифры плохие, экономики еврозоны буксуют. Но Драги не мог признать тот факт, что что-то пошло не так. И, соответственно, был, как всегда, полон оптимизма, что в будущем, когда там ситуация изменится. Но сейчас причин для того, чтобы выходить из программы количественного смягчения и что-то делать с процентными ставками, абсолютно нет никаких. И ЦБ хочет убедиться в том, что показатель инфляции вернулся в траектории роста. До конца этого года они явно не убедятся, друзья, потому что инфляция продолжает снижаться. И, к сожалению, неизвестно, когда произойдет вот этот позитивный слом. Я сделал акцент на контраст доходности облигаций бунтусов немецких и казначейских трежей США. Этот контраст настолько очевиден сейчас, что, ну, только лениво не заметит и не поймет, какие условия сейчас созданы для того, чтобы деньги утекали в США. И отток ликвидности с европейских рынков в приток в США будет еще одним аргументом снижения курса евро. Ну, то есть здесь все складывается, пазл он становится единым, почему евро остается под давлением. Из-за других отчетов фунта и активов сегодня ждем данные по экономическому росту в 11.30, друзья. Через час 45 по московскому времени и в 17.00 у нас выступает Карни. Думаю, что Карни уже провел работу над ошибками и попробует реабилитироваться, потому что в прошлый раз, две недели назад, когда он выступал, рынок, может быть, его не совсем правильно понял, потому что сразу после его конференции курс британской валюты обвалился. То есть Карни явно не преследовал цель ослабить курс национальной валюты, потому что Карни сейчас заинтересован в том, чтобы фунт становился все дороже, потому что только дорогая валюта будет и дальше способствовать снижению инфляции. И, соответственно, если Карни хочет исправить то, что на рынке случилось, ему сегодня нужно быть крайне оптимистичным в том, что с экономикой все нормально и на рынке уже созданы условия для того, чтобы Банк Англии стал еще одним регулятором развитых стран, который начнет повышать процентные ставки. То есть акцент нужно сделать на майское заседание, оно уже совсем скоро, и подготовить нас заранее, что ставки будут повышаться. Любой сигнал, любой намек, скажем, пас в эту сторону со стороны Карни, и этого будет более чем достаточно, чтобы курс британской валюты восстановился с текущих значений. А пробой уже выше отметки 1,40, это, по-моему, будет еще более крутым сигналом того, что британская валюта возвращает прежние позиции и продолжает развивать восходящую динамику. Американский фондовый рынок, друзья, я вас все равно призываю, даже несмотря на локальное восстановление, чтобы вы в покупке не вставали, потому что против американского фондового рынка с некоторых пор говорит еще и доходность. Трежерис, мы разбирали эту ситуацию, это не только причины, из-за которой потребители и корпоративный сектор будут сталкиваться с более высоким показателем стоимости заимствительных ресурсов. Это еще и та ситуация, когда просто здравомыслие заставит трейдеров и инвесторов уже размышлять о том, куда нести деньги на американский фондовый рынок, который в феврале показал такой обвал, которому не был готов никто, ну мы-то были готовы. Я отмечал, что рынок США это плохой заряд, который может сработать в любой момент, и мы дождались этой коррекции, но многие потеряли деньги. И, соответственно, сейчас, когда трежерис приносит доход в 3%, разумеется, рисковые инструменты выглядят совершенно уж неинтересно, очень много ликвидности перетекает в эти облигации, провоцируя, собственно, ослабление, ну не в моменте, друзья, долгосрочное, ослабление капитализации, снижение капитализации американского фондового рынка. Думаю, что весь негатив еще неосознан, который по-прежнему кроется за сектором акций США, и как минимум мы, как и раньше, можем ориентироваться на показатель поддержки в 2,5 тысячи пунктов. Друзья, это, собственно, все события, которые нужно было, на мой взгляд, разобрать, мы поговорили с вами также о том, что мы ждем сегодня. Следим за долларом и следим за британской валютой. В идеале бы, чтобы сегодня доллар и иена приблизилась платной к отметке 110, и, соответственно, фонд-доллар, чтобы снова вернулся выше отметки 1,40. Если эти цели будут сделаны, тогда неделя будет прям совсем шикарной. Остается пожелать вам только хорошего завершения текущей недели, хороших, результативных, веселых, замечательных выходных. Друзья, жду вас на следующей неделе с хорошим настроением. Мы снова будем с вами спекулировать на финансовых рынках и следить за основными событиями, которые на них происходят. На этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»